Всем привет! С вами Инесса и в этом видео я вас научу вязать вот такие вот красивые, миленькие пинеточки-туфельки. Вы не только научитесь вязать такие пинетки, но и узнаете очень много секретов, которые помогут вам связать идеальные пинетки и в дальнейшем. Не обязательно такой модели, а какой-нибудь другой. Приятного просмотра и ровных петелек! Для того, чтобы связать подошву, для пинеток вам понадобится, во-первых, пряжа. В данном случае у меня пряжа от Ализе, это хлопок с акрилом, она достаточно тонкая пряжа. В принципе, ее можно заменить обычным хлопком. Я бы вам рекомендовала при вязании вообще пинеток брать крючок, который будет меньше, чем нужно. То есть, к примеру, вот из этой пряжи я бы вязала крючком номер 3, но я взяла на пол размера меньше, чтобы пинеточки лучше держали форму. Можно даже выбрать крючок номер 2, но им будет вязать сложнее, но пинеточки получатся более плотные. Можно выбрать какую-то другую пряжу, какую вы посчитаете нужной. Теперь я вам покажу схему подошвы. Я ее нарисовала сама и я попытаюсь ее вам объяснить. Сама по себе подошва у нас в районе пальчиков она шире, а в районе пяточки она уже. В связи с этим, в этой части у нас должно быть чуть-чуть больше петелечек, чем здесь. Это, в принципе, универсальная схема. То есть, ее можно применять при вязании любых пинеток на любой размер и любой пряжи. Единственное, что есть такой момент, что не всегда можно попасть в размер, если вязать разные пряжи. То есть, к примеру, если я наберу 18 петель одной пряжи и свяжу, к примеру, одним размером крючка, возьму другую пряжу и свяжу тем же размером крючка, может получиться разный размер из-за того, что пряжа другая и, в принципе, плотность у вас другая. Каким образом поступаю я? Я обычно беру на глаз примерно, набираю нужное количество петелечек, вяжу пинеточку, измеряю ее и дальше уже смотрю. Если она получается чуть больше, чем мне надо, я могу или поменять крючок, или набрать в самом начале меньшее количество петелечек. Итак, для того, чтобы вязать вам подошву, вам надо набрать такое количество петель, которое будет делиться на три. Две трети этих петель у нас пойдут наперед, одна треть у нас пойдет на вывязывание пятки. Сейчас вы поймете, о чем я говорю, я специально так пометила наши петелечки. Итак, я буду вязать подошву, которая будет в длину 10 см, и для этого я наберу 18 петель. При вязании использую крючок номер 2,5. 18 петелечек провязаны, и теперь вот в самой первой петле и в самой последней мы будем делать прибавки. Начинаем мы с воздушной петли. Вот это у меня обозначение воздушной петли. Вот эта палочка это столбик без накида, это полустолбик с накидом, и вот этот вот такой вот длинный крестик это столбик с одним накидом. Итак, начинаем мы с одной воздушной петельки. То есть мы пальчиками зафиксируем вот эту петлю последнюю, чтобы ее каким-то образом пометить. Мы провязали воздушную петлю. В эту же петлю, самую последнюю, 18-ю, мы провязываем еще 2 столбика без накида. В следующие 5 петель мы провязываем просто столбики без накида. Всего мы провязали сейчас 6 петель, то есть это 1 треть. А вторые 2 трети уйдут у нас на вывязывание носочка. После этого в следующую петлю мы вяжем, делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. И дальше еще мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом в каждую петлю. На следующую петлю мы и второй петлю. И вот и теперь в芬е движим mycket om totalEST. Воздухая тишина viene их, делаем, 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 делаем. Так вот. 10 петель провязаны В последнюю петлю угловую мы должны провязать 7 столбиков с 1 накидом в 1 петлю Я вам покажу одну хитрость Вот у этой петли есть 2 полупетли Мы провязываем сначала 3 столбика с 1 накидом в 1 полупетлю И здесь мы должны аккуратненько постараться захватить 2 полупетлю Это будет непросто То есть она становится так не сильно видна Но это стоит попробовать сделать Потому что если мы так не будем вязать У нас будет такая большая дырочка Вот такое отверстие у нас получится, которое будет некрасивое И теперь остальные 4 мы провязываем за вторую полупетлю И тогда отверстие не будет видно У нас в принципе получается очень симпатично Автоматически сразу же прячем нить С обратной стороны мы вяжем точно так же с зеркальным отражением То есть мы теперь провязываем 10 столбиков с 1 накидом Вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот у нас остается последняя петля. Вот она у нас же была и первая. И в нее мы довязываем 2 столбика без накида. Причем здесь надо быть очень внимательным, чтобы найти первую петлю. Если вы, к примеру, не видите первую петлю, которая у вас была, первую петлю подъема, вы, в принципе, можете сделать 3 петли и соединить вот с этой первой петелечкой, которая у вас будет видна. Вот она. Но я ее, в принципе, вижу. Вот она. Либо вы ее можете помечать себе маркером каким-то. То есть булавочкой, например, чтобы вы видели, где она. То есть я захватила не за целую петлю, а за полупетлю. Этого вполне достаточно. Вот я захватилась первой петлей подъема. После этого мы провязываем 3 воздушные петли подъема. И вот в эту же первую петлю, кроме 3 петель подъема, вяжется еще один столбик с накидом. 3 петли подъема. И вот в эту же петельку вяжем еще один столбик с одним накидом. Следующие 2 петельки мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. То есть вот в эту петлю мы вводим крючок, аккуратненько. И провязываем 2 столбика с одним накидом. И в следующий провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть смотрите, вот в этой первой петле, где у нас были прибавки, в следующем ряду мы опять же здесь будем делать прибавки. После этого мы провязываем просто столбиками с одним накидом в каждую петлю до тех пор, пока мы не дойдем до носочка, где мы провязывали 7 столбиков с одним накидом. То есть мы должны провязать еще 16 столбиков с одним накидом. осеньюся 15 столбиков с одним накидом. То есть минут 1 ment Ricardo. После того, как вы дошли до места, где у нас будут пальчики, где будет наш носочек, мы опять же будем делать прибавки. Провяжем в первых трех петлях по два столбика с одним накидом. В четвертом мы провяжем три столбика с одним накидом в одну петлю. То есть в этой петле мы провязываем два столбика с одним накидом. В этом еще два. Еще два. И в этом мы провяжем три столбика с одним накидом в одну петлю. И в следующем, в следующих трех мы тоже свяжем по два столбика с одним накидом в каждую петлю. Далее мы вяжем 16 столбиков с одним накидом в каждую петлю. То есть в каждую петельку мы вводим крючок и провязываем по одному столбику с накидом. Аминь. 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 У нас осталось последние 2 петли, и вот в эту петлю мы провязываем 2 столбика с 1 накидом в одну петлю, в эту петлю мы тоже провязываем 2 столбика с 1 накидом, и в самый-самый-самый первый столбик мы должны довязать, то есть мы вводим крючок вот сюда вниз, и провязываем еще 1 столбик с накидом, то есть вот видите, в самой первой петле, с которой мы начинали, в конце надо провязать 1 столбик, и теперь соединяем ряд с первым столбиком, то есть с первыми 3 петлями подъема. В следующем ряду мы вяжем аналогично, и мы точно так же делаем прибавки, с единственным исключением, что мы будем вязать прибавка, нет прибавки, прибавка, нет прибавки, то есть мы чередуем 2 столбика с 1 накидом в одну петлю, и просто 1 столбик с 1 накидом. Начинаем мы с 3 петель подъема, ряд, провязали. В следующую петлю мы вяжем 2 столбика с 1 накидом, в эту петлю мы вяжем просто 1 столбик с 1 накидом, здесь у нас будет прибавка, следующей прибавки не будет. Опять прибавка, ну то есть можно сказать, вот это похоже чем-то на галочку, то есть у нас таких галочек должно быть 3, они в принципе будут видны, то есть вот видите, вот она видна, первая, вторая и третья. Далее мы вяжем по 1 столбику с накидом в каждую петлю. Всего таких столбиков с 1 накидом будет 16. У вас это в принципе может быть какое-то другое число. То есть я набирала 18 петель, эту петлю и эту мы не считаем, то есть у меня получается, если мы от 18 отнимем 2 петли, как раз получится 16. Если вы, к примеру, наберете 12 петель, то есть у вас всегда будет по 10 столбиков с 1 накидом между вот этими прибавочками. Мы дошли до места, где у нас прибавки. Вот, видите, вот эта галочка, эта прибавка. Мы опять же в этой петле делаем прибавку, опять же опираясь на нашу схему. Посмотрите, прибавка есть, прибавки нет, прибавка есть, прибавки нет. И таких вот нам надо провязать 3 галочки. Вторую мы вяжем. Итак, вот у нас первая галочка. Здесь столбик с 1 накидом. Вторая галочка, или прибавка, столбик с 1 накидом. Прибавка, столбик с 1 накидом. И мы дошли до того места, где у нас было 3 столбика с 1 накидом в каждую петлю. Вот они. И здесь мы вяжем 3 прибавки подряд. Мы связали. Теперь мы опять вяжем 1 столбик с накидом, прибавка. 1 столбик с 1 накидом, прибавка, 1 столбик с 1 накидом, прибавка. и опять 16 столбиков с 1 накидом в каждую петлю. так, погодим. все мы дошли до места где у нас были при бабочки теперь мы вяжем вот видите вот где у нас прибавки были вяжем прибавку столбик с одним накидом прибавка столбик с одним накидом прибавка вот она заканчивается прибавкой и соединяем и так наша подошва закончена вот она получается чуть чуть больше чем 10 сантиметров но мне в принципе так и надо для вязания пинеточки и в ширину в самом широком месте она чуть чуть больше четырех сантиметров в принципе для новорожденного и маленьких деток здесь в самом широком месте должна быть длина вот этой широкой части около 4 сантиметров не больше и поэтому эта схема весьма универсальная и она мне понравилась больше всего после того как подошва связана мы приступаем к вязанию основной части пинеточки для этого вяжем три петли подъема я буду захватывать крючком хочу обратить ваше мнение каким образом я буду захватывать петельки я вожу крючок вот сюда вот сюда захватываю нить и провязываю столбик с одним накидом то есть посмотрите вот таким вот образом я покажу поближе мне нравится этот метод тем что получается что у нас остается такая очень красивая косичка по краю такой очень красивый эффект вот видите вот такая красивая косичка у нас получается и сразу вырисовывается такая подошва нашей будущей туфельки вот таким образом до конца ряда я свяжу и в конце ряда покажу вам ряд провязан до конца теперь соединяем нашу петлю с третьей петлей воздушной которая у нас была подъема соединительным столбиком опять же провязываем 3 петли подъема можно связать 2 и провязываем по одному столбику с накидом в каждую петлю так мы провяжем до конца ряда то есть один ряд и второй ряд и встретимся с вами когда у меня будут провязаны еще два таких ряда столбиками с одним накидом то есть вы вяжете по одному столбику с накидом в каждую петелечку можно вязать не 3 петли подъема потому что могут оставаться вот такие вот отверстия а вязать 2 и тогда будет получаться более аккуратно то есть первый ряд второй и еще будет третий и тогда мы с вами увидимся три ряда связаны вот так вот выглядит наша заготовочка для будущей пинетки и теперь мы должны определиться где у нас будет вывязываться носочек для этого нашу пинеточку надо будет сложить ровно вот так по линии пополам после этого сложить еще пополам и вот у вас получается центр если вы боитесь ошибиться к примеру боитесь что центр будет не здесь вы можете в принципе взять и посчитать количество ваших петель и поделить пополам и теперь нам вязание надо начинать вот в этой петле тут есть два варианта либо можно обрезать нитку но можно сделать таким вот образом чтобы нитку не обрезать то есть чем меньше у нас получается будет кусочков тем лучше так будет аккуратнее я вам сейчас покажу один способ при котором вы сможете сейчас на секундочку при котором вы сможете перейти с места на место и при этом не обрывать нить то есть вы здесь соединили соединительным столбиком мы теперь делаем вот такой вот узелочек вот закрепили закрепили узелочком и теперь мы аккуратненько ниточку причем ниточка должна быть свободной то есть мы вот так вот натягиваем и переходим в нужное нам место все вы перешли аккуратненько подбираем ниточку и начинаем наше вязание я провяжу пока две петли и расскажу всего у меня здесь получилось 74 петли если поделить на 2 то есть на носочек у нас уйдет 37 петелек теперь мы вот эти 37 петель должны будем делать при вязании носочка убавки каким образом будем делать мы убавки мы будем провязывать по две петли вместе то есть вот первые две петли подъема в этом ряду не довязываем столбик с одним накидом и провязываем два столбика вместе То есть вот здесь вот не довязываем первый столбик с накидом, не довязываем второй столбик с накидом и через 3 петли провязываем. Опять один столбик, второй столбик, провязали. Так как мы делаем убавки по 2 петли, то у нас получается, что здесь не получится сделать убавки равномерно везде, потому что всего 37 петель, если по 2 убавки, у нас получается, что 18 убавок и 1 петля лишняя. Каким образом можно решить эту проблему? Можно в центре сделать 3 петли вместе. То есть здесь мы делали 2 петли вместе, а в центре сделаем 3 петли вместе. Сейчас я провяжу 9 таких убавок. А десятый мы сделаем 3 петли вместе. Так, 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. И вот теперь десятую. 1. 2. 2. И 3. То есть мы здесь провязываем 3 петли вместе. Этого не будет сильно видно. И это будет красиво, равномерно. Вы можете посчитать количество ваших петель. Вы можете посчитать количество убавок. То есть убавка выглядит вот, с этой стороны будет вам более наглядно. Она выглядит как треугольничек. Вот. Таких треугольничков у нас должно быть 18. Итак, вот у меня провязано 18 убавок. Теперь второй ряд. Две петли подъема. И опять мы делаем убавки. Вот это у нас считается наша первая петля. Во вторую петлю мы вводим крючок и делаем первую убавочку. То есть не довязываем столбик с одним накидом 1, не довязываем столбик с одним накидом 2 и провязываем. Так как у нас в первом ряду было 18 убавок, во втором ряду у нас их будет в 2 раза меньше. 9 убавок. И вот это последняя петелечка. Вот пока вот таким вот образом выглядит наш носочек. Последний завершающий ряд. Две петли подъема. И теперь мы должны будем собрать все петли и через них мы должны будем вводить крючок. То есть мы не довязываем 1 столбик. Второй. Третий. То есть все-все-все столбики, что здесь, мы не довязываем. Всего их 9. То есть мы сделаем 1 общую убавку. То есть вот она последняя петелечка. И теперь через все аккуратненько вытягиваем петельку и закрепляем. Все. Наш носочек готов. Следующим этапом мы будем вязать вот эту вот часть. Пяточку. Пяточка у нас каким образом будет выглядеть? Вот тут, вот она будет занимать примерно половину. То есть смотрите, у нас здесь остается 37 петель. Оно пополам не делится, но можно примерно. Прикинуть я, допустим, сделала 20 петельчик на пятку. К этому надо еще прибавить, что у нас будет 2 ряда обвязки. То есть 1 ряд обвязки столбиками без накида. И второй раз уже вот розовой ниточкой. Опять же после вот этого носочка вам придется нить либо обрезать, либо воспользоваться моим способом. То есть вот эту ниточку мы вытягиваем. Через нее мы продеваем, через вот эту петлю продеваем пинеточку, либо клубочек, закрепляем. И мы аккуратненько можем вот так передвинуться в то место, где нам надо. Эти нитки не будут видны, когда мы будем делать обвязку. Еще один момент. Так как у нас здесь будет вот такой ремешок, я начинала... Вам надо будет начинать в одной пинеточке с одной стороны, в другой пинеточке с другой стороны. То есть при вывязывании вот этой пинетки я ниточку распределяла таким образом, чтобы начало вязания пяточки было с этой стороны. В этом случае надо именно поменять на противоположную сторону. То есть каким методом мы считаем? Нашу пинеточку складываем пополам. Напомню, что у меня на пяточку ушло 20 петелек. И можно отсчитать. Вот таким вот образом. Вот. У нас будет начинаться вязание вот здесь. Поэтому аккуратненько ниточку, не натягивая, ниточка должна быть свободной. А при обвязке это все уйдет, этого видно не будет. Мы аккуратненько ввязываем первую петлю и начинаем наше вязание. Провязываем 20 столбиков с одним накидом в каждую петлю. Провязываем 20 столбиков с одним накидом в каждую петлю. Клиня. Провязываем 20 столбиков иularи. Клиня. 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 20 петель провязаны. И я сейчас хочу вам показать один такой небольшой момент. Если мы посмотрим на нашу пинеточку, вот таким вот образом, то есть я не натягивала ничего, вы видите, что у нас пятка уходит вот так вот в сторону. Чтобы этого избежать, я всегда вот именно в районе пятки делаю убавки, для того, чтобы как бы пинеточка немножечко загибалась наша. И она плотно прилегала к пятке, и пинетка в будущем больше не падала. То есть вот посмотрите, как выглядит вот эта пинетка сейчас. Как выглядит вот эта пинетка. Видите, она немножечко закругленный краешек. Это позволяет более плотно прилегать пинеточке к самой ножке. И так будет немножечко аккуратнее насмотреться. Во втором ряду, в самом центре, мы будем делать убавки, для того, чтобы красиво наша пяточка легла. Вяжем 2 петли подъема. Можно вязать 3, но 2 более аккуратно будет, если мы провяжем. Далее мы вяжем еще 7 столбиков с одним накидом. То есть всего, чтобы у нас их было 8. А 9 и 10 мы провяжем вместе. 6, 7, 8, 9 и 10 мы провязываем вместе. И провязываем вместе 11 и 12. Вот мы сделали 2 убавки в самом центре. Теперь до конца ряда вяжем столбиками с одним накидом. Третий ряд вяжем опять же столбиками с одним накидом в обратном направлении. В этом ряду у нас получается 18 столбиков. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как 18 столбиков провязаны, надо провязать будет еще 25 столбиков без накида. 25 петельчик провязаны, теперь будем вязать в обратном направлении. Итак, вам надо, во-первых, зафиксировать вот эту 25-ю петлю, 2 петли подъема. Вот в эту 25-ю петлю мы не вводим крючок, вводим в 24-ю, провязываем. После этого делаем 1 воздушную петельку, здесь петлю пропускаем и вяжем в следующую петлю. И дальше уже до конца ряда по 1 столбику с накидом до самого конца. Довяжем до конца ряда и я покажу, каким образом будем вязать дальше. Следующий наш этап, это уже обвязка. Обвязывать мы будем столбиками без накида. Я сначала объясню, а потом буду все показывать. Если у нас есть вот такой вот угол, в нем, в этом самом углу мы будем делать прибавки, чтобы угол был красивый. Если мы будем встречаться вот с такой частью, с таким углом, то вот здесь мы будем делать наоборот, убавки. То есть мы убавки будем делать в этом углу и в этом углу. А вот в этих углах 1, 2 и 3 будут прибавки. То есть мы дошли до уголочка, делаем первую петлю подъема и вот в этот самый угол провязываем еще 2 столбика без накида. У меня есть такое правило, что когда я делаю обвязку, и я вам всем советую и рекомендую делать точно так же, не обвязывать сразу, допустим, нитью другого цвета. А первый раз обвяжите ниткой того же цвета, потому что в противном случае, если вы сразу будете обвязывать ниточкой другого цвета, у вас получится некрасивый, неровный край. Просто вы будете вводить крючок в разные места, это будет очень сильно выделяться. Если сделать сначала обвязку нитью такого же цвета, этого не будет видно. У вас получится красивый ровный ряд из петелек и получится очень еще неаккуратная работа. Это первый момент. Второй момент, чтобы был красивый ровный край, там, где у нас были первые петли подъема и столбики с одним накидом, я всегда ввожу крючок и провязываю всего лишь 2 петли. По идее, когда мы делаем первые петли подъема, мы вяжем 3 воздушные петли. То есть, 1 столбик с накидом, это как бы считается по умолчанию 3 петли. Но я всегда провязываю 2 петли, так получается более аккуратный край, не растянутый. То есть, это опыт, который пришел мне с многократным вязанием. То есть, я смотрела, как получается более симпатично, и такой вариант меня устроил больше. Вы, в принципе, можете делать, как вам удобнее. Но я бы рекомендовала начинающим мастерицам все-таки воспользоваться моим советом, и я думаю, что вы не пожалеете. Итак, вот у нас здесь есть 1 петля, то есть, мы провязываем, не довязываем столбик без накида. 1, вводим крючок вот с этот уголочек, 2, и в следующую петелечку вводим крючок. Будет 3. Все, провязываем петлю через вот эти 3 петелечки. Все, сейчас я дальше покажу, как у нас получится красиво. Итак, дальше мы вяжем и потихонечку ввязываем нашу ниточку, чтобы ее не было видно. То есть, у нас получается вот такой красивый уголочек. Если вот эту убавки не сделать, то у нас получится вот такой вот, можно сказать, как валан. То есть, оно здесь будет торчать и будет некрасиво. Это тоже, мне все пришло с опытом, методом проб и ошибок я как бы придумала делать вот таким вот образом. То есть, вяжете. И потихонечку ниточку обязательно надо прятать. То есть, просто ввязывайте ее. И вот, посмотрите, ее совершенно не видно. И плюс нет никаких торчащих ниток. Мы дошли до места вязания нашего носочка. Опять же, вот у нас есть здесь такие столбики, которыми вязали. Я здесь провязываю всего лишь по 2 петли. Ниточку обязательно прячем, чтобы ее не было видно. Вот, у нас здесь была центральная петля. Вводим крючок. Здесь провязываем в центре. И продолжаем вязание. Раз, два. Вот этот наш столбик. Вот он. Такой еще один момент, небольшой. Вот, у нас здесь был провязан в этой петле столбик, поэтому мы его пропустим и вяжем дальше. Вот для чего я говорила, что ниточка должна быть свободна. Для того, чтобы, видите, можно было немножечко вытянуть. Если бы она была натянута, у нас бы пинетка тоже была бы стянута. Опять же, мы доходим до угла, где нужно будет выполнить убавку. Вот у нас первая петля недовязанная. Вводим крючок в центральную петлю, где у нас начинался столбик 2. И вот сам столбик 3. И провязываем все 3 вместе. И здесь провязываем еще один столбик. Аналогичную убавочку надо будет сделать еще здесь. Я этот момент сразу же забыла упомянуть. Вот 1, 2 и 3. То есть мы здесь делаем тоже убавку в углу, чтобы получилось красиво. А вот в этих двух местах мы сделаем прибавку. За счет этого у нас увеличится сама ширина лямочки. То есть если она вам казалась такой узенькой, она станет чуть-чуть пошире за счет еще обвязки. То есть кроме этих белых ниточек мы еще будем обвязывать пинеточку розовой ниточкой. Вот у нас здесь была пропущена петля. Можно прямо сюда вот в отверстие ввести крючок и провязать 1. И вот мы дошли до угла. Вот у нас здесь 3 петли подъема, которые были. Мы вводим крючок в самую серединочку петли. Провязываем 3 столбика без накида в 1 петлю. Во второй мы прямо можем точно так же ввести в саму петельку, крючок ввести и там провязать. И вот в углу опять мы провязываем 3 столбика без накида в 1 петлю. И вот тут уже по прямой вяжем до конца ряда. То есть как вы видите, за счет того, что мы делали прибавки и убавки, у нас здесь получается достаточно симпатичное вязание. Я потом объясню, почему у меня здесь получилось таким полукругом. И вот здесь у нас углы получаются такие красивые, ровные, они не валанят. То есть если вы раньше вязали пинетки и никогда не делали в таких углах убавки, у вас получался вот такой валанчик, который было очень сложно убрать. И вот таким вот образом у вас получится очень-очень аккуратная пинеточка. Хочу обратить ваше внимание, вот посмотрите. У нас здесь лямочка идет в одну сторону, а здесь идет в другую. То есть вы должны понимать, что как бы на разные ножки их еще мы будем придавать форму этим пинеткам. Поэтому если они сейчас немножечко такие не очень красивые, у нас все будет красиво. Встретимся с вами в конце. Итак, я дошла почти до конца. Теперь покажу, как будем закрывать и заканчивать ряд. В самую первую петлю, с которой мы начинали, мы вводим крючок, провязываем еще один столбик без накида, провязываем соединительный столбик и обрезаем ниточку. Все, мы закончили, теперь осталось сделать обвязку. Обвязку я буду делать из стопроцентного хлопка. Этот хлопок у меня тоньше, чем основная нить, которую я вязала пинетки. То есть, вы видите, она отличается очень сильно. Но мне просто очень нравится этот цвет, поэтому я буду вязать в две нити. Вы, в принципе, можете подобрать либо ниточку той же толщины, либо уже комбинировать, к примеру, взять ниточку в два слоя. Но в идеале желательно иметь нитку того же производителя, просто другого оттенка. И два варианта есть. Если вы хотите, чтобы у вас были строго ровные углы, вы можете делать прибавки. Я хочу, чтобы у меня был такой аккуратный, сглаженный угол здесь. И вот здесь я покажу, каким образом можно добиться этого эффекта. И также мы сделаем обвязку подошвы. Вот здесь по краю. Делаем узелочек. В принципе, можно его делать, можно не делать. Я обычно его не делаю. Для того, чтобы у меня никаких узлов не было. Было просто красиво и симпатично, без каких-либо узлов. То есть просто ниточку во время вязания я прячу. Можно начать в любом, в принципе, месте, но я не рекомендую в углу, потому что здесь уже есть узелок в каком-то произвольном месте. Итак, тем же крючком, что мы вязали, но вяжем более свободно. То есть стараться не затягивать, потому что вот в данном случае у меня нитка чуть-чуть тоньше. И если я буду затягивать, саму пинеточку будет стягивать. Вот именно здесь. Так как я хочу, чтобы у меня угол был более такой сглаженный, я в углу прибавки делать не буду. Просто провязываю один столбик без накида в углу. Если вы хотите, чтобы у вас был красивый ровный угол, можно сказать 90 градусов, то можно провязать, если вы провяжете здесь 3 столбика без накида, у вас получится красивый ровный угол. Но я такого эффекта не хочу, поэтому я провязываю один столбик. И идем дальше. Сразу же по ходу надо прятать ниточки. Если они у вас остались где-то торчатик, просто потом можно вот так чуть-чуть вытянуть и обрезать. И этого не будет видно. Когда вы доходите до угла, чтобы угол был красивый, можно здесь делать убавочку. Но я в своих пинетках не делала убавок, и в принципе получилось тоже красиво. У нас получился такой сглаженный уголочек. То есть получается у нас по одному столбику без накида в каждую петлю. Как у вас было. И вот теперь обращу ваше внимание, за счет того, что у нас первый ряд был провязан просто ниточкой белой, у нас получается красивая-красивая линия. Вот видите? Петелька к петельке. То есть они все похожи. Если вы присмотритесь ближе, мы вот здесь вот белой ниточкой вводили крючок в разные места, и было бы неровно. То есть вот такой вот способ поможет вам в дальнейшем, когда вы будете обвязывать какую-то вещь. Это не важно. Это может быть шапка. Это могут быть пинеточки. Не важно, что я вам рекомендую. Если вы хотите край сделать какого-то другого цвета, первый раз пройдитесь той же ниточкой, которой вы вязали основное изделие. Тогда у вас получится очень-очень красиво. Я закончу ряд. И встретимся с вами в конце. Я почти закончила обвязку. Хочу показать, как я буду закрывать ряд, чтобы его не было видно. Потому что очень сильно будет выделяться, если мы просто сделаем соединительный столбик. Для этого надо обрезать ниточку, протянуть ее вот таким вот образом, взять крючок поменьше, продеть ее вот в эту петлю. То есть мы имитируем как бы вязание петли. И потом продеваем ее вот сюда в серединку. Посмотрите, получается очень-очень-очень аккуратно и даже совсем незаметно. Но тут возникает такая проблема, что нитка не закреплена. Не закреплена, ее надо, конечно же, спрятать. Тут вам понадобится крючок поменьше. И можно вводить в сами петли. То есть вот она у нас петля. Такая вот есть у петли, есть такое тугое место. То есть отсюда ниточка, по крайней мере, никуда не денется. То есть можно взять крючок поменьше. В моем случае это крючок полтора. И вот так потихонечку можно ниточку прятать. Вот, ниточку не будет совершенно видно. Я спрячу и покажу, как получилось. После этого мы будем обвязывать подошву. То, что где-то вот так валанит, ничего страшного. После того, как мы применим влажно-тепловую обработку, можно это будет все исправить. Я покажу, каким образом. Вот, что у нас получается. В принципе, после того, как мы постираем, вот этого шва практически не будет видно. Да он, в принципе, и не выделяется, но вы будете точно уверены, что эта ниточка никуда не денется. Видите, вот здесь не видно ни начала, ни конца ряда. Единственное, выдает вот это место, где мы вязали, мы вот здесь начинали ряд, и здесь же заканчивали в одной и той же петле. Вот это немножечко выдает. Теперь мы будем ввязывать подошву. Я бы вам тоже рекомендовала не начинать в том же месте, где вы заканчивали, то есть вот здесь, а в каком-то другом. У вас здесь получилась такая вот косичка красивая. Вот именно туда мы и будем вводить крючок. Итак, опять же узелочек можно не делать. Можно просто посильнее вытянут нить, и потом ее просто ввязать. Первая петля подъема. И дальше мы уже будем вязать столбиками без накида в каждую петлю. Опять же, прошу вас не затягивать. Если вы по-другому не умеете вязать и вяжете плотно, вы можете сменить просто крючок на размер, который будет на полразмера больше. И еще один такой момент. Вот я даже, наверное, немножечко неправильно начала. Вот это лицевая сторона, это изнаночная. Вам стоит вязать вот именно с лицевой стороны, то есть вот таким вот образом разместить вашу пинеточку и вязать. Все, вяжем столбиками без накида, захватывая при этом вот эту косичку, то есть как обычно мы вяжем, и при этом не стягивать вязание, для того, чтобы было свободно. Вот здесь, понимаете, есть начало и конец ряда. Постарайтесь аккуратненько ввести крючок хотя бы за какую-то полупетлю, которая у вас есть, чтобы было аккуратно. Даже можно вот таким вот образом. Здесь такая вот получилась некая полупетля, потому что мы заканчивали ряд. В следующем получилась полупетля. И вот таким вот образом до конца ряда. Закрыть вы точно так же можете, как мы закрыли. Вот здесь. Точно так же вы можете закрыть ряд, чтобы не было видно ни начало, ни конца. Осталось вязать только вот такой вот цветочек. Сейчас я вам покажу, как его можно связать. Для этого вам нужна та же нить, которую вы вязали, пинеточки. Крючок того же номера. Начинаем мы вязание с кольцами гуруми. Первую петлю мы провязали. Немножечко протягиваем ниточку. Первую петлю я обычно не считаю. То есть считаю, что это первая петля. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Шесть петель. Мы их замыкаем в кольцо. Все. Первая петля подъема. В эту же петлю мы провязываем. столбик без накида. То есть в первом ряду у нас было шесть петель, а во втором у нас должно быть двенадцать. То есть в каждую петлю по два столбика без накида. Это потом можно обрезать. Вот я провязала одиннадцать. По идее должна вести крючок вот сюда в первую петлю подъема. Но ее очень плохо видно. Я обычно, когда вяжу вот такие цветочки, просто провязываю... У нас здесь есть еще одна такая петля. Ее видно хорошо. Просто провязываю здесь двенадцатый столбик. И вот в этот первый вводим крючок. Эта схема немножечко... Я взяла схему из интернета и немножко ее усовершенствовала. То есть я перевязала таких цветов очень много, нашла оптимальный для меня способ. То есть после того, как вы связали такой ровный круг из двенадцати петель, мы делаем первую петлю подъема. И дальше, вот в эту же петлю, мы провязываем пять столбиков с одним накидом. Три, четыре, пять. И последний мы вяжем столбик без накида. Это будет делать непросто. То есть он будет все время вытягиваться, то есть его надо натянуть. И теперь вот такой момент. Почему я именно вязала двенадцать столбиков без накида? Так как мы вяжем вот такой вот небольшой лепесток, у нас вот следующая петля, она перекрывается. То есть ее не будет видно. Поэтому мы сразу вот эту одну пропустим, вот которую вот она. Следующую вводим крючок. Точно так же вяжем столбик без накида. То есть мы эти лепесточки будем вязать через петлю. Один, два, три, четыре, пять. И последний, шестой, это будет столбик без накида. Его стараемся вот натянуть хорошо прям нить, вот туго, чтобы он получился маленький и аккуратный. Опять вот здесь вот есть она петля, вот она. Мы ее пропустим и в следующую вводим крючок и вяжем еще один лепесток. Встретимся с вами, когда будет провязано шесть лепесточков. Заканчивать ряд. Вот у меня провязано шесть лепесточков. Я вот провязываю последний столбик без накида. Но его не провязываю столбиком без накида, а соединительной петлей. То есть можно даже ввести крючок вот в следующую петлю и сделать еще один соединительный столбик. Закрепить нить и обрезать. Вот у нас получается вот такой вот цветочек. И следующим этапом мы будем делать обвязку этого цветочка. Берем нашу хлопковую нить и начинаем потихонечку обвязку. Я опять же начну с середины. Это не принципиально, вы можете начать с угла. Итак, первая петля подъема. И тут такой момент. Если мы будем вязать по одному столбику с накидом в каждую петлю, то у нас получается будет очень сжатый лепесток. То есть он как бы сожмется. Для этого в каждую петельку, ну почти в каждую, будем вязать по 2 столбика без накида. То есть в эту петлю мы вяжем 2 столбика без накида. В следующую тоже 2 столбика без накида. Вот у нас здесь остается 1 петля. Вот где 1, самая последняя, где был столбик без накида в лепесточках, мы вяжем 1 столбик. И теперь, чтобы у нас получился очень красивый лепесток, вот тут вот есть такое отверстие небольшое. Вот, не знаю, увидите вы его или нет. Вот оно. В него вводим крючок, захватываем, затягиваем посильнее и провязываем соединительный столбик. Все. Теперь у нас красивый лепесток. Вот. Опять же, вот у нас первая петля. Здесь мы провязываем 1 столбик без накида. Самый-самый первый в лепестке и самый последний. Далее мы вяжем по 2 столбика без накида. 2 столбика без накида. Опять же, 2. Опять же, те ниточки, что у вас остались торчать, потом можно будет аккуратненько подтянуть и обрезать. Я таким образом и сделаю. Вот здесь у нас получается 2. Еще. И тут 1. 1 столбик без накида. И последний вот в серединочку. В серединочку вводим крючок, затягиваем, провязываем соединительный столбик. У вас цветочек этот будет немножечко валанить. То есть, что это значит? Он пойдет волной. За это переживать не стоит, потому что, когда мы его постираем аккуратненько, вот так вот мы выровняем его пальчиками, он приобретет вот такой же вид. Вот такой же, как и мой. Вполне он достаточно симпатичный. Если вам такой вид не нравится, вы можете сократить до 5 лепесточков. То есть, связать 5, к примеру. Это каким образом? То есть, сначала вы свяжете 5 петельчик, потом вы свяжете 10 и будет у вас вместо 6 лепесточков 5. Итак, встретимся с вами в конце, аналогично провязываются все остальные лепесточки. Цветочек я довязала, закрепила я цветочек, то есть, краешек ниточки я спрятала точно таким же образом, как я вам показывала в конце вязки. После этого цветочек был пришит, к нему также были пришиты вот эти бусинки и пуговица к пинеточкам. Каким образом я пришивала? Я старалась пришивать на одинаковом расстоянии, то есть, к одному столбику с накидом была привязана бусинка, пришита бусинка. Два столбика пропущены, пришита еще одна бусинка. И таким вот образом были пришиты всего 7 бусинок. Также я хочу рассказать о методе, благодаря которому вы сможете придать форму своим пинеточкам. Пинетки можно накрахмалить. Для этого сейчас продается такой спрей, который называется крахмал. То есть, он представляет из себя такой баллон, похожий на баллон из-под лака. И вы надеваете, к примеру, пинетки на какую-то форму, брызгаете, и таким образом они становятся красивые, фатогеничные. Но я делала немножечко по-другому. Я крахмалила вот таким вот образом. Для этого я использовала самый-самый обычный крахмал. Одна столовая ложка крахмала на пол-литра воды. То есть, что вам для этого надо? Вы одну столовую ложку крахмала растворяете в небольшом количестве холодной воды. И далее, вы после того, как хорошо растворили, доливаете кипяток в этот раствор до тех пор, пока он не станет прозрачным. То есть, я долила, и у меня получилось как раз пол-литра раствора. Окунаете туда свои пинеточки, оставляете на 20 минут. После этого вы их достаете, выжимаете и передаете форму. Чем же им можно придать форму? Для этого у меня есть такой небольшой метод, который я придумала сама. Я взяла нитки, не очень хорошие, которые у меня были, акриловые, ненужные. Я разрезала их на две части. И вот таким вот образом вы можете очень легко им придать форму. Чем это удобно? Это намного удобнее, чем вата, потому что нитки у меня акриловые, а вата впитывает влагу. То есть, вы плохими нитками желательно теми, которые не окрасят ваши пинетки. То есть, пусть это будет белая пряжа. Ну, или как у меня. Вот таким вот образом вы придаете им форму. Они у вас стоят, высыхают и после этого приобретают очень красивую, симпатичную форму. Очень фотогеничную и также очень покупателеспособную. То есть, покупатель видит, ему очень нравится. Так что, вам ровных петелек. Спасибо, что были со мной. Я бы очень хотела увидеть ваши фотоизделий. Присылайте мне их, либо отмечайте их хэштегом вяжу с Инессой, я их обязательно увижу. Ровных вам петелек. До новых встреч на моем канале. На нем будет очень-очень много бесплатных мастер-классов. Оставайтесь со мной. До новых встреч. Пока-пока.